Всем привет! У нас сегодня на вечернем кинопоказе бабочка совка из семейства Ноктуиды. Как она к нам попала? Попала на белым днём, при ярком солнечном свете, очень жарким, упала просто с дерева, когда я проходил мимо каштана. Видимо, пряталась на каштане, перегрелась на солнышке. Вот наступил вечер, можно сказать, ночь. Это ночная бабочка с толстым брюшком и днём она не очень-то хотела летать, трясла крылышками. Сейчас уже ожила, стало прохладнее. Да и вот прыгнула в садок и тут, на её удивление, сразу попался маленький кусочек бумажки с нектаром, с мёдом, потому что я подкармливал здесь мурагина у льва. И, конечно же, бабочка совка из семейства Ноктуиды моментально раскрыла свой хоботок. Вот видите, в правую сторону она двигает усиками тоненькими, а посередине светло-коричневого цвета вот это есть хоботок. Ротовой аппарат, позволяющий ей подпитаться, покушать немножко, потому что бабочка летает в вечернее время и питается на цветах, которые цветут вечером. А в летнее время очень хорошо для цветов урабатывает нектар вечером, потому что растение не так высыхает, экономит влагу, нектар дает в вечернее время. Так что бабочкам достается нектар, а растениям достается опыление, потому что они подлетают и переносят пыльцу или встряхивают, просто говорят, цветы, тем самым происходит самоопыление самих цветов и, пожалуй, что и на теле тоже могут вполне переносить пыльцу так же, как и пчелы. Бабочки тоже могут быть опылителем, не только пчелы являются опылителем. Так что вот такие вот бабочки-совки. Ниже усиков для антенн мы видим полукруглые темно-коричневые глаза, сейчас попробую их увеличить. сейчас увеличу. Бабочка прекрасно видит вечернее и ночное время, вот видим глаза, вот коричневый хоботок, усики, тонко двигающиеся в разные стороны, глаза полукруглые, один глаз и второй, большие фасеточные глаза, вот такая пушистая грудка, спинка, точнее говоря, и вот такие вот крылышки с яркими пятнышками. Точно не знаю, что это за вид, репидоптерологи могут написать, я занимаюсь перепончатыми крылами. Бабочек очень много, особенно в семействе ноктуиды. Кто-то знает, может написать, что это за конкретный вид. Вот видим голову, глазки, первый парунок, второй парунок и вот там третья пара ножек. Ножки все щетинка, пушистые, как раз помогают держаться на цветочках и, конечно, помогают выпыление для растений. Хоботок помогает подпитываться на цветах, но сейчас подпитывается на нектаре. Вот так мы на сегодняшний маленький рассказик про бабочку-совку, сейчас ее потрогаю, попробую немножко, чтобы она подвигалась, что она будет делать. Она сразу забеспокоилась и, пожалуй, будет готовиться как бы улететь с тем, чтобы больше не прилетать и не попадаться в автомологу в садок. Быстро вскочила. Такое полевое поведение для бабочек очень характерно. Сразу спрятал свой хоботок. Видим первую и вторую и третью парунок. Ножки с шипами. С такими мощными шипами, можно сказать, видим. Третий парунок. Такие шипы. По два шипа между бедром и голенем. Хоботок сразу сворачивается в колесико, в рулончик между глазами. Такое приспособление для сворачивания. Хоботка очень характерна для всех бабочек. Так что прощаемся с бабочкой. До новых встреч на моем канале. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии и быть донатёрами. Доходить на страничку в патреон для донатов. Пока-пока. Если хотите увидеть новые интересные и необычные видео про насекомых. Это была бабочка Сок. Привет с моего канала. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Bye-bye.